Добрый вечер, дорогое собрание. Знаете, я сначала, когда пришел, казалось, что зал пустой. Сейчас вышел сюда, вас так много. Слава Богу за то, что мы оставили все свои дела, те проблемы, которые в жизни каждого человека, и пришли на встречу с нашим Богом. Потому что это Дом Божий, я постоянно говорю, не Он приходит к нам, не Бог приходит к нам, а мы приходим к Нему. Это я не хочу лишний раз сказать, но мы приходим в Дом Божий на встречу с нашим Богом. И действительно, слава и благодарение Ему за то, что Он сохранил нас в этом тревожном мире. Мне было жаль брата Ефима, он как бы хотел нас подвинуть, чтобы мы говорили о своих нуждах, о своих благодарностях. Но знаете, мы уставшие. Неделя прошла, набегались, находились. Зима очень такая, то есть еще это осень, но уже как будто бы зима у нас в Лос-Анджелесе. Но жарко, все уставшие. Я постараюсь сегодня вас не очень задерживать. Что я хотел бы сегодня с вами поговорить? Может, этот вопрос такой не подходит к нам, верующим людям. Мы себя считаем верующими людьми. У меня такое заглавие или вопрос перед каждым из нас. Как найти Христа? Как нам найти Христа? Мы, кажется, мы Его нашли. Мы в Доме Божьем. Мы приходим на встречу с Ним. И здесь я задаю такой вопрос, может, бестактный. Я хотел бы, чтобы мы снова... Это не проповедь. Это размышление над Словом Божиим. Библия. Я всегда говорю Библия и только Библия. Вы знаете, я обращаюсь к Слову Божьему, и пророки Еремия в 29 главе фактически отвечает нам на этот вопрос. Мы могли бы поставить точку, но есть еще много историй в Библии, которые подтверждают то, о чем мы сегодня будем говорить. Еремия, 29 глава, там с 13 стиха. Бог говорит. И воззовете ко мне. Не давайте с 11. Ибо только я знаю намерения, какие имею у вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду в то, в чем нуждается человек в настоящее время. И воззовете ко мне, говорит Господь, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. 13 стих. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня, всем сердцем вашим. Перед кем стоит это? Кто делает выбор в своей жизни? Бог или мы? Бог все сделал со своей стороны? Скажите, пожалуйста. Все сделал. Если взыщите, если захотите, если обратитесь, если будете молиться, Бог говорит, вы всегда, всегда меня найдете. Я, как бы, разделил наше размышление на три части. Постараемся разобраться в этом. Первое. Кто нуждается в Иисусе Христе? Второе. Как найти Иисуса Христа? И самое главное. Как в своей жизни принадлежать Иисусу Христу? Я не говорю, что в этом нашем колледже или в нашем учебном христианском заведении, я имею в виду адвентистском. Но нашел такую цитату из миссионерских сборников, что решили провести опрос. Сейчас очень люди хотят провести опрос. Как вам это нравится? Как вам это нравится? Но в этом христианском колледже решили провести опрос. Как студенты относятся или думают к той личности, которой они поклоняются? И вот, знаете, немножко такой не очень приятный результат этого вопроса, потому что эти все студенты, будущие теологи, будущие проповедники, будущие служители Божьи, что они сказали, когда им задали вопрос, вы нашли Иисуса Христа в своей жизни? Ихний ответ. Мы не нуждаемся больше в проповедях и свидетельствах других людей. Нам постоянно твердят поделиться благой вестью с другими людьми. Как мы можем убедить людей для встречи со Христом, когда большинство из нас сами не знают Иисуса Христа? Мы очень многое знаем в теологии из Библии, но не знаем Иисуса Христа. Мы не знаем Его характер, мы духовные младенцы, мы нуждаемся в Иисусе Христе. Они обращаются к тем, которые задали этот вопрос. Покажите нам на личном опыте, как общаться с Ним. Помогите нам найти Его. Вы знаете, вы помните, был такой хоровой псалом, македонский зов, да? В свое время его хоры пели. Вы знаете, вот этот призыв или слова этих студентов в колледже, я не знаю, какого, кому, какой деноминации они принадлежат, но они христиане, они христиане, они говорят, помогите нам найти Иисуса Христа. Потому что это очень важный вопрос. И о своего рода это македонский зов нашего времени. Нашего времени. Здесь один автор задает такой вопрос. Вы думаете, люди старшего возраста с большим христианским стажем в лучшем состоянии, чем эти студенты? К сожалению, нет. Даже те, кто 20, 30, 50 лет являются христианами, признаются, что, несмотря на все свои усилия, очень часто люди теряют связь с нашим Богом. Я не жду от вас ответа. Вы подумайте над, как бы, вспоминайте свою жизнь, свои поступки. И мы очень часто ловим себя на мысли, что фактически мы не те, какие должны быть. Один христианин в отчаянии, когда он видел, что такие проблемы возникают в жизни, знаете, что он сказал? «Мне кажется, что Бог не знает моего адреса и не знает номера моего телефона». Мы читали вначале слова пророка Еремии, что Бог нашел нас. Он делает все. Ответ за каждым из нас. Знаете, мы не одиноки в поисках Иисуса Христа. Книга Библии – это правдивая книга, которая говорит не только об идеальных людях, имена которых есть на страницах Священного Писания. Она, знаете, это как бы школа. В Библии сокрыта школа, как мы должны жить, как мы должны поступать, поступать правильно, как тот поступал, или поступать неправильно, или не поступать неправильно, как тот поступал. Мы не одиноки в поисках Иисуса Христа. Многие библейские личности имели затруднения с поиском Иисуса, то есть с поиском Бога. Вы знаете историю человека по имени Иов? Вы знаете его характеристику? Он был по современным, даже по тем меркам был, он был человеком Божиим. Он не знал, почему у него в жизни вот это все получилось. От него было сокрыто. Мы уже знаем за том, что идет большая борьба между добром и злом за нас с вами. И именно камнем, за которым шла борьба, это был Иов. И он сказал такие интересные слова, когда все приходили, и когда говорили ему о том, что, ну, признайся, что-то у тебя может там не все, не все у тебя гладко в жизни. Он сказал такие интересные слова, на которые я раньше не обращал внимания. Иова, 23 глава, там начиная с 3 стиха. А я не буду все читать, но это те стихи, которые... В 3 стихе он говорит, как бы свое оправдание. Не то, что он оправдывается. Потому что, по его понятию, Бог не видел его лично, как бы, может, не обратил внимания на жизнь его. Он говорит, о, если бы я знал, где мне найти его, я мог бы подойти к престолу его, я изложил бы перед ним дела мое, дело мое, и уста мои наполнил бы оправданием. С человеческой точки зрения Иову было непонятно, почему это все его постигло. И он говорит, если я мог бы найти Бога, если я мог бы подойти к его престолу, я бы его спросил бы, я бы ему рассказал о себе все. Вы знаете, Иов не был одинок в этом всем, что происходит в жизни многих людей. Мы как-то об этом уже мало говорим. Мы с вами действительно... Те события, которые происходят в мире, все говорит о том, что мы живем в последнее время. Как это не прискорбно. Но, знаете, в евреям есть такой стих, когда люди жили перед потопом, они тоже делали обыкновенные дела, они плохие, они женились, выходили заму, строили дома, разрушали дома, сады, сады делали. То же самое, люди живут в современном мире. В современном мире. Вы знаете, мы как-то привыкли найти где-то бы хорошо отдохнуть, найти бы хорошую работу, приобрести бы неплохой дом. Но Библия говорит, что это не самое главное в нашей жизни. Вы знаете, трудно говорить или читать вот эти слова пророка Амоса, слова пророка Амоса, который говорит о времени, в которое, мне кажется, что мы попадем, или в то время, когда мы сможем, будем жить в то время. Книга пророка Амоса, 8 глава. Сейчас, секундочку. 8 глава, с 11 по 12 стих. Я думаю, что те, которые давно приходят в дом молитвы, они эти слова или читали, или слышали. «Вот наступят дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господнее, и не найдут Его». Мы видим, что сейчас фактически очень много войн начинается за то, что одному государству кажется, что у соседей лучшая территория, больше рек, больше всего. Вы знаете, все говорят о том, что будет Третья мировая война, и очень многие такие, сказать, в кавычках пророки современные, те, которые ванги, ванги я говорю на них, говорят о том, что если будет война, то будет война не за территорией, а будет война, потому что воды на всех не хватит. Не знаю, не знаю, но мне кажется, что нету главные, как говорит пророк Амос. Дело в том, что наступит время, когда мы не сможем так свободно приходить в Дом Божий, не сможем так свободно читать Слово Божие, и картина, которая описана в Амоса, должна беспокоить каждого христианина. Ну и снова стоит вопрос, «Можем ли мы вообще найти Бога в этом греховном мире?» Иисус Христос, будучи на нашей земле, оставил такую, знаете, Христос обращался с притчами, с примерами, доступными простым людям. Вы знаете, что фарисеи знали хорошо Писание. Они были лучшими исполнителями того, что они имели. Христос пришел ко всем. И вот в Матфея, в 7 главе, он говорит о том, что перед человеком есть два пути. Вы слышали, да? Широкий и узкий. Мы очень многие за рулем. Кому легче ехать по автобану, чем по некоторым, особенно в Даунтауне, в Голливуде, разбитые дороги? Лучше по фривейу ехать, правда? В духовном смысле широкая дорога, она идеальная. Она без трещин, без ям, без выступов. Но Христос говорит о том, что эта широкая дорога не ведет к Богу. Она ведет от Бога. Каждый человек, который хочет жить с Богом, должен буквально как бы идти узким путем, к Богу, который сдерживает то, что приводит к беспокойству христианина. Или же, другими словами, узкий путь, путь с Богом. Мы должны сделать правильный выбор в своей жизни, каким путем идти, в какого Бога верить, какому Богу отдать свою жизнь. И зная то, что наш Бог сотворил все, что на этой земле, нас с вами, и Он сказал, что все весьма хорошо, я бы хотелось бы отдаться в руки этому Богу. Вы знаете, я как-то начал, так говорится, с таких тревожных мыслей о голоде духовном, об испытаниях. Но знаете, я снова говорю, что Библия – книга очень хорошая тем, что она не только, как бы, знаете, помогает человеку подумать о том, что его ожидает, но и дает человеку радостную весть. Я хотел бы, чтобы мы снова вспомнили с вами несколько притчей. Мы очень часто говорим об этих притчах. Я не буду буквально повторять эти притчи. Три притчи, где мы видим, что или мы видим отношение Божье к верующему или к каждому человеку. Я не хочу сказать, что именно верующие. Бог любит всех. Он ради всех умер на Голгофском кресте. И если мы его приняли, мы уже его дети, мы уже верующие дети. Но это не умаляет нашей ответственности перед нашей жизнью в этом мире. Вы помните притчу, которая записана в Луке в 15 главе о потерянной овце? Сколько всего было овечек? Сто. Девяносто девять были хорошими, послушными. Одна, ну знаете, отбилась от рук. Ну и как-то, знаете, эту притчу мы всегда говорили о том, что как бы, что она относится к нам, чтобы мы не были той овечкой, которая отбилась, за которую пришлось искать, которую пришлось нести на руках. Вы знаете, я очень часто обращаюсь к трудам Елены Уайт. И вот в духе пророчества она говорит так. Божье усилие спасти нас, превосходя все наши попытки найти Его. Еще раз. Божье усилие спасти нас, превосходя все наши попытки найти Его. Как будто бы мы ищем Бога, а Бог ничего не делает с этой стороны. Но вот эта притча, одна из притч говорит, что Бог намного больше пытается нас спасти, чем нам кажется с вами. Подобно овечке, мы даже можем сознавать наше безнадежное состояние. Ну, грешен. Ну, не получается. Знаете, как овечка. Ну, потерялась. Дальше ничего. Но Бог сам находит нас. Пастух нашел овечку? Не знаете, не где-то, прошу, не где-то возле дома. Он ее нашел в ущелье, где были дикие звери, когда ему приходилось подниматься в горы, чтобы найти эту овечку. И это все в темноте, как говорится. Вы знаете, когда нам кажется, что мы потерялись, мы должны тоже стараться найти Бога, но верить в то, что Бог сам находит нас. Вторая притча, тоже в Луке, о потерянной драхме. Помните, мы говорили о том, что это монета, которая входила в количество монет. Каждая драхма или каждая монетка, за ней был скрытый смысл. Знаете, там какого рода, замужем, не замужем, знаете, ну как бы, знаете, родословная. И потерять одну из этих монеток, это что-то с чем-то, это знаете, это все. Но мы не будем, что она там мила, когда нашла, позвала соседей. Что интересно, говорят комментаторы по этому, заметьте, что драхма потерялась не в горах или в пустыне, а в доме или, возможно, в церкви. Драхма совершенно не осознавала, что она потерялась. Как часто мы тоже не понимаем, что мы потерялись в этом мире. Но Иисус подчеркивает этой притчей, что каждая душа ценна пред Богом. Драхму искала женщина, которая ее потеряла. Овечку искал пастух, чабан хотел сказать, пастух, который пасать этих овечек. Но здесь скрытно, такая подноготная, что это все Бог делает для этого. Мы тоже можем потеряться в этом мире, потеряться в этой церкви, когда нам кажется, что мы даже не знаем, что мы потерялись. Мы с этим общаемся, с этим не общаемся, с этим поздоровались, с этой не поздоровались, нам не улыбнулись, и мы уже больше не улыбаемся. И мы теряемся с того количества, что составляет вот это украшение женщины. Третья притча о блудном сыне. Ну, мы всегда говорим о том, что, знаете, с отрицательной стороны, как сын мог просить свое, то, что ему предназначалось, по правде, при жизни отца. Как всегда было. Когда преданная когда делилась? После смерти отца. Но он пошел против всех, он просил. И наши какой-то такой отрицательный, ну, как так можно было, но это вообще нехорошо, это не только не по-христиански, это даже не по-человечески, и уже при жизни ты начинаешь хоронить отца, дай мне мое это. Но об этом не будем. Вопрос. Есть ли прощение умышленного, он умышленно это сделал, правда? Умышленно сделал. Он попросил, есть ли прощение умышленного греха? По-человечески мы говорим, нет, конечно, нет. Прощает ли Бог тех, кто умышленно блуждают, уходят от Него? Снова говорят комментаторы, не мои слова, комментаторы говорят, хотя часто мы не знаем путь возвращения, Бог каждый день выходит нам навстречу, не сводя глаз с пути, по которому мы можем вернуться. Вы помните притчу о блудном сыне? Там притча по-друге, другие говорят, что это не о блудном сыне, а притча о любящем отце. Мне она больше нравится. Любящий отец. Отец каждое утро вставал, что он делал? Он смотрел, не идет ли его сын. То же самое. В этой притче говорится, что Бог ждет нашего возвращения. Он готов простить всех, каждого готов простить, и он ждет, что мы вернемся. И комментаторы Библии говорят, что в этих трех притчах мы видим благость, милость, доброту нашего небесного Отца. Я снова как бы возвращаюсь к тому, что как бы вопрос, почему же так часто мы, зная Слово Божие, зная как нам жить, как нам поступать, мы теряем Бога, и потом нам трудно найти Его. Вы знаете, что говорит пророк Исаия, 59 глава, 1-2 стих. Вы знаете, когда человек уходит от Бога, он винит всех, соседей, семью, очень часто Бога винит, как тот говорит, что мне кажется, что Бог не знает моего адреса, не знает моего телефона, и через это у меня такая жизнь. Если бы он мне позвонил бы, да, если бы он ко мне пришел бы, может было бы по-другому. Что говорит пророк Исаия? Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. 2-й стих бьет, как говорится, не в бровь, а в глаз. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лица его от вас, чтобы не слышать. Так в чем, в ком причина разрыва между Богом и людьми? Бог виноват? Ни в коей мере. Это проблема со времен сотворения мира. Все усилия человечества направлены на то, чтобы убежать от Бога. Я снова возвращаюсь о том, что Библия говорит о многих людях, положительных, отрицательных, мы можем, кто-то нам не нравится, кто-то не очень нравится. Что интересно, говорит, Дух Проводства, что парадокс в том, что люди убегают от Бога, но Он находит их снова и снова. Снова примеры из Библии. Вы помните, когда Адам с Евой было в раю, все хорошо, до грехопадения они ждали встречи с Богом. А когда они перешли грань, захотели быть как Боги, когда они знали час встречи с Богом, они побежали Ему навстречу? Кто кого искал в раю, вы помните? Бог искал. Бог их искал. Адам. Вы помните, был такой человек Иаков, который буквально переводится обманщик, да? Какова его была жизнь? Но, несмотря ни на что, Бог следовал за ним, Бог охранял его? Действительно, охранял. Еще один пророк, над которым мы часто говорим, приводим в пример неповиновение Божие, пророк Иоанна. Ну что, пойти в Неневию и говорить людям о том, что они грешные? Он не пошел. Он умежал от Бога. Кто его искал? Бог искал или он искал Бога? Бог его не только искал, не только нашел, но и спас его. Вы знаете, что, как бы ни было, кажется, что люди хотят убежать от Бога, это очень трудно, убежать от Бога. Но, в настоящее время, давайте ставим людей Библии здесь, на страницах. Они наш пример, отрицательный или положительный. Что же нам делать людям в 21 веке, когда столько проблем, столько трудностей, столько переживаний, когда стремятся кто-то учиться, кто-то еще чего-то. И можем ли мы в настоящее время убегать от Бога? Снова говорит Дух Пророчества. Вы знаете, я их выписывал, я их читал и бьют, знаете, так, не по-детски, как говорится, прошу прощения. Дух Пророчества говорит, «Повседневные занятия поглощают наше время и уводят нас от Бога. Мы убегаем от самих себя, гоняясь за миражом и не думаем о будущем». Действительно, живя на этой земле, имея привилегии в этой стране, пусть минимальные, мы забываем о нашем Боге. Что же делать, имея все? Что же делать, чтобы не потерять связь с Богом? Личность, которая все испытала, которая все прошла, которая может научить, которая может подсказать. Самопевец Давид в 36 главе с 3 по 5 сих говорит такие слова. С 3 по 5 сих. Он уже имел право сказать эти слова. «Упывай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Придай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. И выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень». И самый седьмой сих. «Покорись Господу и надейся только на Него». Хорошие слова? Что-то можно добавить? Конечно, человек, умудренный опытом, проживший так много испытаний в жизни, мог написать вот эти слова, которые помогут каждому из нас. Дух Проводства говорит, «Ни одна молитва, ни одна просьба, ни одна тайно пролитая слеза, ни одно искреннее желание найти Бога не останутся неотвеченным. Сам Бог ответит каждому из нас». У Него есть много возможностей, чтобы мы видели Божье присутствие в нашей жизни. Снова вопрос. Знаем ли мы Христа? Знаете, я не требую ответа, я тоже не могу ответить. Знаем ли мы Христа? Потому что, зная свою жизнь, мы понимаем, что иногда мы хотим убежать от Бога, и потом трудно вернуться, стыдно, потому что понимаем, что мы наступаем или делаем то же самое, много раз делаем, живя здесь, на этой земле. Есть интересная выдержка с Духа Пророчества. Это как бы замечание и мне. Я никого не хочу уколоть, никому не хочу что-то сказать. Что она говорит? «Снимите вашу Библию с полки, стерите с нее пыль, и каждый день читайте хотя бы одну главу из Евангелия о жизни Иисуса Христа, и вы его найдете. Вы его найдете. И самое главное, взыскать вы помните, с чего мы начали? Иеремия говорит, если вы захотите меня найти, молитесь, просите, и вы меня найдете. Иеремия, 29-я глава, 13-я стих говорит, снова говорю, «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». вашим. Может, я не донес все то, что хотел сказать, может, получилось так сумбурно. Мы можем потерять Христа? Вопрос для каждого из нас. Можем. В этой жизни мы можем потерять, но Христос не теряет нас. Он нас найдет. Может, мы иногда не хотим встречи с Ним, как Адам, но Он нас находит. Самое главное, что мы в руках Божьих, Который любит, Который прощает, Который дает нам возможность снова и снова иметь право подойти к Нему. Как Ио говорит, «Если я знал бы, где Он, где Его престол, я бы все рассказал бы». Нам не надо рассказывать. Бог знает лучше каждого из нас. Знает нашу жизнь, наши поступки, наши мысли. И я говорю, не отчаиваться всеми себе, Если мы иногда теряем Христа из виду, вы помните такой пример, может, вы, который всегда его уже слышали, то есть здесь, в Доме Божьем, встретился Бог с человеком. И вот они идут, и Бог говорит, «Я вот тебя здесь сохранил, здесь сохранил, здесь, вот здесь тебе было хорошо, здесь тебе было плохо». И они идут по песку, и две тропинки шагов Божьего человека. Человек говорит, «Боже, посмотри, вот этот момент я знаю, мне было так трудно, и ты меня оставил, потому что нету больше следов». Бог говорит, «Я тебя не оставил, и я тебя взял на руки». Так что нам, когда кажется, что нас Бог оставил, Он нас держит на руках, держит крепко, и Он хочет, чтобы мы его не теряли. Давайте помолимся об этом. Наш дорогой Небесный Отец, мы обращаемся к Тебе в Доме Божьем. Будь нашим защитой, будь нашим опорой, и будь нашим путеводителем в этом греховном мире. Мы грешные, мы слабые, мы нуждаем в Твоей поддержке, просим прости каждого из нас, даруй нам мудрости, не терять Тебя, но даже теряя, когда потеряем, иметь надежду, что Ты найдешь, Ты видишь нас, и Ты желаешь нашего спасения. Помилуй нас по Своей любви и милости, даруй нам желание быть Твоими детьми, не только на словах, но на делах. Молиться, просить у Тебя помощи, и знать, что Ты всегда готов прийти и ответить на молитву своих детей. Прибудь с нами и благослови, благослови нашу церковь, помоги этот субботний день провести во славу Твою и быть Твоими детьми. Это наша молитва через имя Иисуса Христа просим. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует...